В Кирове начало второго, программа «Особое мнение» стартует в нашем эфире в студии Анна Лапшина и мой гость, я говорю ему здравствуйте, Владимир Вениаминович Журавлёв, депутат Кировской городской думы. Добрый день. Добрый день. Так, ну давайте мы, прежде чем перейдём к вопросам, выполним такую обязательную часть нашего эфира. Я напомню слушателям, что вы можете участвовать в эфире посредством нашего сайта eho.kirova.ru. Через форму анонсов можно задавать вопросы гостю студии. Ну и там же на нашем сайте появляется к вечеру сегодняшнего дня, ну там будет, аудио и видеотрансляция, запись нашей беседы с Владимиром Журавлёвым. И надеюсь, что завтра, там может быть послезавтра появится расшифровка. Такая наша новая функция для тех, кто не любит слушать, а любит читать. Пожалуйста, заходите и пользуйтесь, всё для вас. Ну, давайте с последних событий, прямо сегодняшних, Владимир Вениаминович, начнём. Давайте. Да, история, которая изначально была опубликована на портале Ньюслер и уже подтверждена Следственным комитетом. Возбуждено уголовное дело в отношении директора электронной проездной, компании электронной проездной. И в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идёт об Анатолии Ганьбе, директоре предприятия электронной проездной и главном инженере муниципального бюджетного учреждения Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта, ЦДС, проще говоря. Знаете ли вы подробности какие-то? Конечно, ещё вопрос о создании вот этого предприятия и этого электронного проездного, он формировался ещё, по-моему, в 12-13 годах, когда я был депутатом пятого созыва. Я был крайне против, не понимал структуру, считал, что вообще, знаете, у нас предыдущие 5-6-7 лет, даже 10 лет, из муниципальных предприятий совершенно, вот из таких, да, превратили некоторые отдельные лица физические, да, в бизнес. Нет, подождите, вот давайте сначала проясним, почему вы были против, потому что вроде бы, вроде бы, но вот мне как обывателю кажется, что мир на месте не стоит и действительно всё у нас цифровизуется, да, у нас появились умные остановки, ЦДС за это отвечала, у нас появилась возможность бесконтактной оплаты проезда недавно, да, вот можно уже банковскими карточками оплачивать, там были какие-то идеи, прожекты, вплоть до того, что колечком каким-то можно даже оплачивать проезд, даже карточку с собой можно не найти. Нет, вы знаете, я просто поясню, во-первых, зачем рождать велосипед, с чем я говорю, об информационных вот этих цифровых технологиях, нужно было заключить договор с любым банком, с Клыновбанком, Сбербанк предлагал какие-то карты, у нас за, вот смотрите, от 22 рублей, от 22 рублей стоимости, и так она очень высокая, примерно 80-60 копеек забирал электронную проездную, например, были такие системы. Зачем оплата в школах шла через эту систему, нужно было договариваться, это с каким-то банком, то есть это было бы дешевле, мало того, я думаю, что это было бы возможно даже и бесплатно, потому что банк, в отличие от муниципального предприятия, заинтересован в том, чтобы деньги проходили и накапливались на его расчетных счетах, ну на текущих счетах, да, и мы могли бы для клиента бы, и это было бы, условно говоря, бесплатная услуга, это первое, экономически нецелесообразно. То есть вам кажется, это такая лишняя прослойка, я правильно понимаю? Ну вот смотрите, вот я-то знаю, как раз одним из инициаторов того, чтобы здесь было уголовное дело, мы с моим коллегой, коллегой Денисом Ерохиным, депутатом 6-го СССР, как раз сразу заострили внимание в этом, попросили Елену Васильевну и депутатов счетную палату туда направить, и все это выявилось. Понимаете, то есть откровенно, и вот это сейчас должно, конечно, следствие, я не хочу опережать результаты следствия, но там четко просматриваться такая вещь, что с муниципального предприятия деньги уводились на частные фирмы и, ну там, обналичивались или как бы уходили в сторону тех директоров, главных инженеров, поэтому вот фигуранты этого уголовного дела, я считаю, как раз и будут люди, которые из муниципального предприятия вводили деньги и пользовались. Ну, мы понимаем, что господин Ганнибан был главным инженером в ЦДС, да, а директором был там рыболовник, да, и это формально, электронный проездной, это как раз, знаете, вот, муниципальное предприятие, условно говоря, кем было ЦДС, оно выполнено социальную норму, это как бы прикрытие, а на электронный проездной, это была, пусть это и дочка ЦДС, но это была ОООшка, понимаете, оттуда... Ну, частные предприятия, не бюджетные. Да, да, и с этого было просто легко там сбросить, не более мы там знаем, и вот это дальше видно из отчета счетной палаты, что там и проводились и конкурсы, и аукционы, там, в общем, там коррупция просто расцвела красным маком, понимаете, вот, поэтому... Так, вот давайте, вы прогнозируете, что будут еще какие-то задержания и какие-то меры предприняты в отношении еще кого-то из руководителей предприятий или нет? Ну, я хочу сказать, что почти все муниципальные предприятия, директора их, их нужно привлекать к уголовной ответственности. Вот конкретно, вот ЦДС и электронный проездной? Ну, ЦДС, электронный проездной... Или будет один фигурант? Нет, я думаю, что будет как минимум два, а может быть еще будет один депутат, который сейчас является их коллегой, отец, который относился, условно говоря, с этой идеей, и который был первым директором, а потом ушел на ленинскую компанию управляющую. Имя мы можем назвать? Ну, видите, пока мы не имеем... Хорошо, каждый самый считает, депутат, который ушел на ленинскую компанию. Да, 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 да. Потом себе парашют выписал, то есть там тоже есть куча вопросов к этому. Я думаю, по ленинской управляющей будет уголовка, и по АТП идет, я думаю, что она будет не одна. Там еще после счетной палаты вырисовывается такая картина, слушайте, ну все, все, просто, ну это вот, как кто-то сказал, по-моему, как раз коллега Ерохин Денис, что у нас вся была система, вся администрация, коррупция прошла, я полностью поддерживаю. Вы знаете, ну это просто вот наглость. А человек, который это все прикрывал, который об этом все знал, я про ЦДС и про электронный проездной господин Быков знал лично, и у меня сейчас претензия к нему, вот. Так что тут все вырисуется, и по парку победы все двигается, идет, посмотрим. То есть не последний уголовник? Я думаю, что это связано на все вещи, по крайней мере, господин Быков был в курсе всего, потому что я ему задавал вопросы на этом, он сказал, что там все нормально, посмотрим. Владимир Журавлев, депутат городской думы в нашей студии, есть у нас еще три минуты, давайте все-таки вот мы перейдем к этой теме. То есть вам кажется, что вот это вот движение такое, связанное с уголовными делами, началось после смены руководства города, да? Ну вот мы знаем, что... Связываете вы эти две вещи? Однозначно, однозначно. И глава администрации бывший, то есть мы говорим, началось с парка победы и с несостоявшегося инвестиционного конкурса по тому, как отправить в плавание в частную, притом фактически без денег на тех условиях, это центральный рынок, который прокуратура остановила. А вот парк победы прокуратура не остановила. А до этого... Хотя пыталась? Пыталась. А до этого детский сад прокуратуры области тоже пыталась, когда землю вывели еще при бывшем заме, господин Бреснецов подписал. Понимаете, у нас под детский сад земля в районе гринхауса, да, вот это, да, ЧЖ, была выделена. А частная строительная компания, мы это изымаем, частная строительная компания вместо детского сада строит на этой земле... Еще один дом. Дом, да. Мало того, потом, когда весь шум, бор, шум, шум как бы вот этот начался, а мы сейчас знаем, детских садов не хватает. Как раз в этом районе их тоже не хватает. Мне кажется, что в районе гринхауса не так остро стоит проблема, там еще есть свободная земля, в отличие от центра города. Нет, если учесть там с другой стороны, вот с другой стороны, как бы все эти дома, там тоже детскими садами, есть вопросы. Там большая плотность жителей, да. Слушай, ну, по крайней мере, из центра города сюда проще привезти в этот детский сад, а с чистых прудов можно привезти, это рядом, а в чистых прудах не хватает. Да не очень это рядом, Владимир Вениаминович. Ну, по крайней мере, вы знаете, а когда... Если только пешком, через железную дорогу. Я вам скажу, а если чистых прудов дают в Коминтерне или в Ганино? Я понимаю, да. Это смешнее, по крайней мере. Логистика у нас не забрала. Здесь неудобно по маршрутам с одной стороны, но с другой стороны это, по крайней мере... Мы понимаем, что району гринхауса тоже нужны детские сады. Застройка там плотная, массовая и много молодых семей, как мне кажется. Так, то есть власти, сменившиеся, начали более внимательно подходить к вопросу каких-то вот таких околокоррупционных вещей. Ну, во-первых, и Васильев, и Шургин, и губернатор, и глава администрации, конечно же... Елена Васильевна Ковалева. Они сначала осторожно, очень внимательно, там, относились к нашим выступлениям, там, еще ряд депутатов, которые занимают такую, ну, гражданскую позицию, говорят, что, ребята, ну, доколе мы будем, когда будем разбираться с этим? Тем более мы контролеры, нас народ выбрал и так далее. Вот. Но сейчас они, в принципе, поддерживают. Единственное, что, понимаете, вот это желание любого человека не связаться с грязью. То есть, они же тоже глава администрации, губернатор. Зачем поливать грязью другое? А вдруг и нас потом будут поливать. То есть, ну, правильный такой, с одной стороны, человеческий, психологический, мне понятный фактор, но... Мне кажется, этот кодекс корпоративной этики уже работает, начинает. Хотите, скажу, ну, когда это попахивает уголовными делами, я хочу сказать, ребята, политика такая вещь, и вы губернатор, это высшая в регионе политическая должность, глава города, это вторая, и глава администрации, вы должны разгрести авгивы конюшни, понимаете? Если вы хотите статься чистенькими и хорошенькими, ну, тогда уйдите с постов, честно, но эта работа не такая. Поэтому иначе не будет движения, вы поймите, вот этот груз, он держит. И в политике вот эти вещи, вот, необходимо, ну, наверное, неплохо бы и губернатору, и Шугину, Илье Вячеславовичу, немножко хотя бы курс какой-то политологии, потому что там все, и теория государственных прав, управление. То есть, как оно должно функционировать, как это, может быть, были некоторые бы вещи более правильные. То есть, мне кажется, их вот так вот бросили в полымя, что одного из Москвы, что другого потом отсюда, из правительства, из ЖКХ, сюда, на эту сферу. Я вижу, откровенно, им не хватает инструментария в управлении. Я говорю это открыто, потому что я в течение, там, ну, достаточно долгого времени вел как раз семинары в высших учебных заведениях в теории управления. И для меня это понятно, я вижу эти ошибки, и не хватает практических шагов. Если мне скажут, ну, дайте мне, Владимир Ильич, не критикуйте нас, дайте, вот, как мне в последний раз сказал, я Ильич Лавович. В общем, вы знаниями готовы поделиться? Да я готов, так есть и люди, которые спецвисты, пройдите курс, пусть вам разжуют, или окружитесь и людьми, которые это знают. Владимир Журавлёв, депутат Городской думы, мы вернёмся после небольшой паузы, и, в общем, про Авгель Вальканюшни очень хорошо, мы поговорим про это. Программа «Особое мнение» продолжается в гостях в нашей студии Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы. Давайте про разгребание мусора поговорим, но вот уже в таком не гипотетическом смысле, да, и не теоретическом. И не политическом даже, да, а давайте вот прямо в буквальном, в хозяйственном смысле, да. То, что происходит в нашем городе в последние месяцы, там на моей памяти это примерно где-то с мая началось, вот так достаточно тяжело и уже видно там прямо невооружённым глазом, это коллапс возле мусорных контейнеров. Слушайте, совещания по этому вопросу проходят в администрации города вот уже месяца два. Чуть там не каждую неделю оперативка и ещё какие-то совещания, и всё время, значит, управляющим компаниям пальцем грозят и обещают их лишить лицензии и прочее, прочее, прочее. А мусорные кучи не уменьшаются. Вчера моя коллега Светлана Занько выложила фото у себя в фейсбуке, фото контейнерной площадки возле въезда в один из корпусов Вятской гуманитарной гимназии. Это улица Володарского, перекрёсток Володарского и между Труда и Розой Люксембург, вот там. Собственно, это старый центр города, рядом музей Грина, валяются бумаги, завалено, значит, всё мешками, всё это часть, значит, мусор лежит на проезжей части, мимо едут машины, раздувают всё это ветром, всё это мокнет. Наверняка бегают крысы. И это вот не единичная картина. При этом власти городские разводят руками и говорят, что там мы же всё делаем, мы же вот тем пригрозили, этим пригрозили, здесь попросили поставить дополнительные контейнеры. И всё это месяцами тянется. Рычагов нет? Ну вот смотрите, во-первых, это серьёзный вопрос. Смотрите, даже коллапс случился в таком богатом субъекте Федерации, как Московская область. Притом несколько там свалок, которые гадят. В Челябинске там проблема есть. Ну в Московской области там другая история, там некуда вывозить. Там с контейнеров площадок вывозят из Москвы. У нас такая же ситуация, у нас некуда, проблема основная, это некуда возить. В Костино закончился, все мыслимые и немыслимые. До декабря-то он работает вроде официально. Нет, это как раз прокуратура не продлевала, насколько я знаю, разрешение. А тот полигон, который ещё предыдущие люди заворачивали в Осенцах, он просто не подходит по экологическим. Ну территориально, он просто был выбран неудачно. И хочу сказать, понятно, что эта проблема, она досталась нам от предыдущего губернатора. Я поясню... Ну Владимир Венеменович, проблема сейчас в следующем. Проблема даже не в полигоне. Я не слышала жалоб на то, что у нас не принимают мусор. Я вижу жалобы от жителей о том, что его не вывозят. Что уменьшилось количество контейнеров. Что сократилось количество выездов к этим контейнерам. И это в городской администрации подтверждает. Управляющие компании при этом говорят, что САХ с ними не заключает договоры. САХ, соответственно, в сторону управляющих компаний пеняет, что те с ним не заключают договоры. Вокруг контейнеров, если контейнеры стали вывозить, то вот то, что накопилось вокруг контейнеров, это теперь никто не собирает. Ну я поясню. Смотрите, ситуация была в стране немножко на загадательном уровне. Она не совершенно была. Упущена она была. С 1 января 2019 года, я думаю, в сфере мусора будет все настроено. Объясню причину. Значит, САХ сократил, стал убирать контейнеры и не стал вывозить в нужное количество раз, например, 3-4 раза необходимо в неделю вывозить от какого-то дома. Огромный дом, например, 2-3 контейнера. А он вывозил, например, 1-2. С чем связано? Потому что управляющая компания оплачивала только 1 или 2 раза. А нужно 3-4. А я хочу сказать, что управляющая компания сегодня в тарифе не предусмотрена конкретно цифра на мусор. Мы понимаем, это все тарифы на содержание и текущие ремонты. Могу критиковать управляющую компанию, но в данном случае критика невозможна. А с 1 января у нас будет... Дмитрий Аминович, так ведь ничего же не изменилось. Ведь у нас и год назад не было выделено вывоз мусора отдельной строкой. Слушайте, но у нас проблема с мусором, она, вот сколько я помню, последние 5-6 лет у нас существует. Поверьте мне, на моей контейнерной площадке такого ужаса не было. И крысы у меня в центре города не бегали. Не бегали. Вот смотрите, я считаю, что управляющая компания в таких случаях должны были проводить собрания с домами и говорить, ребята, давайте увеличим, как бы, на добровольном это все возможно, добровольно увеличим возможность оплачивать вывоз мусора. Где стоит вопрос остро? Если 2-3 этих домов проголосовали бы, а если очень активно, я знаю вот по своему округу, активные ТСЖ, при том это большие чаще всего дома, они вопросы отрешают. Вопросы такого, как нет... Ну, потому что они сами договариваются о вывозе. Нет, они просто... Погодите, они решают, вот стоится, например, вывоз мусора столько-то, да, например, ну там 1000 рублей, 500 рублей, да, мы вывозим 2 раза там, ну там 1000 рублей. Цены я, цены беру просто чисто вот так. С потолка. Да. Для того, чтобы математически представить. Для примера. Ребят, давайте сбрасываться, чтобы, например, 4 раза по 500 или 4 раза по 1000 рублей, и у нас будут вывозить, где эти собрания прошли, там, в принципе, более-менее все в порядке. Извините меня, САХ не может вывозить это бесплатно, потому что бюджет города ему не финансирует. Это, извините за сравнение, но это частная компания. Погодите. Поэтому вот нужна такая организация. Тут, как всегда, в России страдает на уровне управления хозяйством очень много вопросов, стоит вне урегулированности вопросов, кто будет платить, раз. Если, например, у города денег нет, и мы понимаем, что это просто невозможно, да, и нет этого в строке в этом. Сейчас какие-то стихийно-мусорные свалки, они часто за бюджетное средство мы эти свалки сокращаем, вместо того, чтобы набрать деньги на какие-то детские сады, школы еще там, на тротуары и так далее. То есть мы вынуждены каким-то образом перекидывать денежки. С 1 января, предположим, каждый гражданин, в том числе младенец, будет... Который производит большое количество памперсов. Это будет, да, да, памперсов. Кстати, от него может быть и мусора действительно больше. Как коммунальная услуга, например, будет, как в других регионах, например, они опередили федеральное законодательство. Понимаете, они это сделали. Но я думаю, что на уровне области это тоже можно было бы сделать, и от наших полномочий. Но предыдущий губернатор, Никита Ильич Белых, тащил сюда пермскую фирму, вятские полигоны, так называемые. Это не секрет. Это, я считаю, коррупционная тоже была схема. Кировских всех отодвинули от мусора, частная компания, в том числе и САХ. И он меня подтвердит. Это, кстати, мой коллега Михаил Викторович Шихов. Их отодвинули, вопрос не решался и так далее. И даже осенце, почему немножко зависло этот вопрос, потому что этот проект тоже как бы не рассматривался. Должны были все решать термяки. Потом была посадка, пришел Игорь Владимирович, нашего губернатора бывшего, да. Пришел Игорь Владимирович, у него столько вопросов свалилось. Понимаете, человек не может сразу въехать в вопрос. Там было, вот сейчас ему предъявляют кучу вопросов. Например, с аэрофлотом, да, то есть с Победой. Победа перестала летать, потому что не выделили там 52 миллиона дотацию. Областная, что не получили федеральную дотацию и так далее. С Победой еще, слава богу, вроде все должно залетать с конца месяца. Почти два года прошло, да. Но человек не сразу, я его понимаю. А вот с мусором как раз вопрос, я думаю, что с 1 января 2019 года... Это вообще не компетенция губернатора. Это муниципальные власти должны заниматься. Я хочу сказать, что губернатор отвечает за все. Владимир Вениаминович, у меня один простой вопрос. Я понимаю, почему с января 2019 года не будет проблем. Потому что каждый из нас будет платить 130, там 150 рублей. Не знаю, какой тариф нам определяют. Не знаю, у меня вопрос-то другой. Почему в прошлом году у нас, при том, что мы не платили отдельно за мусор, все было в порядке, относительном порядке. А в этом году такой кошмар просто. И крысы бегают. Аня, вот давайте мы все-таки скажем, такая ситуация не везде. Где те дома? Вот я хочу обратиться к гражданам. Это массовая ситуация. Погодите. Это массово, потому что у нас... Те дома, это разовая история. Анечка, у нас массово, потому что большинство жителей равнодушно относятся к месту своего проживания. Извините меня, есть хорошие примеры, а есть вот примеры негативные. Я же, например, тоже в некоторые дома подхожу, ко мне как депутаты жалобы подходят. Я говорю, ребята, вы соберитесь. Соберите, например, ну буквально там 4 тысячи, если это девятиэтажка, двухподъездная. Ну это будет, ну там, по 20 рублей, по 30 дополнительно с квартиры внесите. У вас не будет проблемы с мусором. Но проблема как раз с исполнением. Ну, во-первых, никто не приходит. И я подозреваю, что управляющим компаниям, видимо, запрещено это делать. Нет, нет, это не запрещено. А почему же тогда не приходит? Это по уставу, по гражданскому кодексу. Это все возможно. Никто не объявляет никаких субботников. Вот мне, например, я могу прийти и сложить весь мусор, который валяется возле контейнеров, в эти самые пустые контейнеры. Но я должна быть уверена, что эти контейнеры вывезут вовремя потом. Слушай, а зачем управляющая компания для того, чтобы провести субботник? Хорошая идея. Соберите активистов. И зачем вам управляющая компания? Управляющая компания Требеневская вожатка. Я от управляющей компании, Владимир Вениаминович, хочу получить гарантию, что после того, как мы с моими соседями по дому сложим мусор в контейнеры, который рядом валяется, их увезут, не будет потом такой же проблемы, что контейнеры переполнены, и снова лежит мусор вокруг контейнеров. Потому что раз в неделю я не готова это делать. Во-первых, вокруг контейнеров даже площадки убирают сами. Сах, вот я знаю, где договор заключен, где платятся деньги, они убирают это. И они даже, знаете, бывает там и мебель выбрасывают, что вообще не запрещено, но они негласно, это правило, они вывозят это. Где договор заключен? Тут вопрос, платите управляющей компании, соберитесь с главой управляющей компании, скажите, мы готовы платить там по 20 рублей, например, в прошлом-то году мы же не платили, но не было же этого. Что случилось-то? Я считаю, вот, погодите, вот, давайте, я же хорошо знаю свой округ. Давайте, по вашему, давайте. У меня таких домов, где проблема с мусором, она не такая острая, но она существует, везде проблема. Я тоже уже думал сначала, вот там, конечно, хочется найти крайнего, но крайность, это наша неразворотливость. Если у меня дома не чисто, слушайте, ну, это тоже от меня зависит, понимаете? То есть мы должны у себя в доме прибираться сами, и это не проблема города. Она проблема города в общей, что это граждане, и она, как бы, выходит на политический ракурс, но чаще всего это экономическая, хозяйственная, ваша внутренняя, не договоренность. Вот и все. Проявляйте инициативу. Да, я знаю, что некоторые говорят, да чего, вот, я вот, у нас три человека согласны, а остальные 15-20 их и не соберешь, ребята, ну, так тогда живите так. Или дождитесь до того, сумите организоваться, сумите договориться. Если вы не умеете на своей территории договориться со своими соседями, ну, это ненормально, грош цена, нужно уметь договориться. Ну, в общем, опять с народом не повезло это. Почему с народом? Сам народ виноват в том, что у него грязно дома. Вот я и говорю. Ну, давайте кого винить, может, президента, может быть, губернатора будем винить в том, что у него во дворе непорядок. Нет, у меня сейчас вопрос по управляющим компаниям. Я пока не вижу, что городские власти имеют какие-то рычаги воздействия на управляющие компании. Потому что объявлять собрание и инициировать сбор дополнительных денег должна управляющая компания. А не я там и не моя соседка тетя Маша. Слушайте, ну, управляющая компания – это частный бизнес. Давайте говорить об этом. Давайте. Где муниципальная, Ленинская, да, я согласен, можно каким-то образом воздействовать. А если честно, мы только можем рекомендовать. Мало того, я хочу сказать, что дело… В общем, рычагов нет, как я и догадывалась. Вы знаете, на самом деле, управляющая компания не против. Ну, я ни одной управляющей компании не знаю, которая скажет, ну, вот, ребят, весь вопрос в этой услуге, он скажет, дополнительные расходы по 20 рублей, например, с квартиры. Все. Давайте сбросимся и будем вывозить не два раза, а четыре. Есть другая проблема, о чем сталкивается у меня с некоторыми жителями. Те контейнеры, которые стоят на проезжих дорогах, на магистральных, туда откровенно вот приезжают наши, я так называю, «бедные» в кавычках, те люди, которые живут за городом, да, и экономят. Я сам был не раз сторонником того, что вот просто бросают. И где налажен нормальный вывоз мусора, они начинают бросать, потому что их, как мне говорят, я людей сам останавливал, говорят, ну, чего ты бросаешь, ты же из другого дома, а у нас там заполнено. Он не хочет решать вопрос там, и как раз вот мусор бросает, рядом к дому, да, у тех, которые вывоз нормальный. И, соответственно, у них через какое-то время тоже коллапс, то есть им не хватает даже четырех раз вывозить. Такая проблема есть, я считаю, вот она на федеральном уровне сегодня принята правильно. Например, 100 рублей с человека, скажем, там, 50 рублей, я так образно говорю, да, и мусора просто проблемы не будет. Понимаешь, ты платишь, по идее, по большому счету, при таком раскладе, даже не важно, в какой контейнер ты кидаешь, да. То есть ты платишь стандарт и так далее, ну, будет вывозить такое количество раз. И там поменяются даже условия, когда будет спецавтокозяйство, например, вот этот график вырисовывать. Мало того, может быть, появится какая-то конкуренция. И если будут деньги, сегодня, понимаете, когда нет денег, нет конкуренции, САХ для него это как какая-то, знаете, у него вот есть основная, это полигон, а все остальное это как бы, ну, общественная работа. Слушайте, ну, за общественную работу зарплату нужно платить и покупать двигатель, и бензин там, и все остальное зарплату платить. А когда появятся деньги, я думаю, что у САХа появится конкуренция. То есть есть за что? Вы вывозите за 80 рублей, например, куб, да, а я готов, там, за 70 куб, а я, может быть, за 50 куб, понимаете? И тут появляется вопрос, но, опять же, это огромные деньги, вот как раз я являюсь сторонником того, чтобы это контролировало муниципальное предприятие. Вывозкой мусора, ну, может быть, вывозкой мусора не обязательно муниципально, но вот полигон должен однозначно контролироваться муниципалитетом, потому что там очень много, может быть, вот, даже передачи не хватит, какие-то могут быть нарушения и все остальное. Это мы имеем в виду компанию Куприд. Вы про нее сейчас, про оператора регионального, который... Которого мы как раз, вот, я был один инициатором, чтобы оставить контроль, не продавать ее в частные руки, да. И она является оригинальным оператором. Владимир Журавлев в нашей студии, депутат Кировской городской думы. Впереди реклама, две минуты, и мы вернемся. Владимир Журавлев, депутат Кировской гордумы в нашей студии. Мы продолжаем. Ну вот еще хотелось поговорить о... У нас сегодня с вами коммунальные темы, прямо сплошняком будут, да. Концессия, которую нам предлагает концессия, связанная с трубами горячего водоставжения, отопления и прочее, прочее, прочее. Мы в этой студии говорили уже неоднократно. Я смотрю, что областные власти достаточно активно продвигают, скажем так, этот вопрос, да. Люди, которые, как я понимаю, будут реализовывать концепцию концессии ТТ+, тоже объяснять пытаются какие-то плюсы вообще этой истории. А у вас, я так понимаю, какое-то негативное отношение к вопросу? Или нет? Нет, но я понимаю, что проблема ЖКХ, она очень актуальна в нашем регионе. На других регионах актуальна. Проблема изношенных труб очень актуальна. Да. Но у меня как раз вопрос сомнений. И я не доверяю нынешнему оператору ПАУТ-Плюс и КТК. Почему? Объясню почему. Во-первых, хочу пояснить нашим слушателям, что, например, в других регионах, как Татарстан, Нижний Новгород, вся вот эта коммунальная служба и трубы, по которым доставляется горячая вода и тепло, и генерация тепловой энергии, горячей воды, она осталась в муниципалитете. Да ладно? Генерация осталась в муниципалитете? Да. РАОЕС и прочие компании. Они во всех округах Татарстана стояли за все, все ТЭД за муниципалитетом. Так. Мало того, мы в 2014 году был спор, я, кстати, от депутатов поздравлял тогда комиссию по реформированию ЖКХ и по решению вопроса с КТК. То есть в 2005 году администрация города отдала... В аренду. В аренду все трубы, которые принадлежали городу там по горячей воде и по отоплению, да? И КТК перед нами отчитывалось. И мы тогда было предложение, кстати, Драна Дмитрия Николаевича это поддержал. Тогда глава администрации. Да, вернуть. То есть сегодня это 100% КТК, это частная компания. Она дочка ТЭО ТЭПлюс. А мы предлагали как раз поставить под контроль. И у нас был спор. Тогда возглавлял ПАО ТЭПлюс, ну еще по-другому называлось, Дружков Дмитрий Анатольевич, который сейчас пришел на директор химкомбината. Он, кстати, был тоже моим коллегой, депутатом. У нас были достаточно споры, ну принципиальные споры. В чем мы тогда эта комиссия вскрыла? Вот примерно 72% тех труб принадлежало городу, а 28% ну тут надо разбираться. Это просто те трубы, похожие, которые новостройки передали им. Вот такая же схема, как у ККС. Это имеется в виду у холодной воды и у канализации, да? Передали, простите, в аренду или в собственность, или как? У нас 72% мы им отдали в аренду. Так? На платной основе КТК. И прошло вот в 2014 году, с 5-го года 9 лет, и мы столкнулись с такой проблемой. И нам ее озвучили. Вот те 28% изношенность была 92%. А у наших изношенность там ну больше 70%. Ну что, я спросил Дмитрия Анатольевича Туршкова. Слушайте, коллега, а почему вы ремонтируете свои трубы? Он говорит, вот, понимаете, вот его фраза. А если бы ваше частное собственное, вы бы что стали? Я говорю, погодите, мы вам отдали. Он говорит, а в договоре это не прописано, чьи трубы ремонтируют. Представляете, да? И поэтому изношенность наших труб, она, вот, я поэтому не доверяю частному бизнесу во многих структурах. По крайней мере, на сегодняшнем этапе частную структуру не везде нужно добавлять. В таких странах, как Германия, Америка, Великобритания, там очень много... Я, для примера, у нас существует ошибочное мнение в стране, что частный бизнес справится всем. Потому что он эффективный, он делается. Хотите, скажу, вот это еще ошибка, я как специалист в управлении говорю, это доказанный факт. Даже человек, который это доказал, в свое время Нобелевскую премию получил по управлению экономики. До 100 человек эффективнее, это признано, во всем мире специалистами. А если работающих свыше 100, это проблемы общего управления. Неважно, там, Иванов Петров или муниципалитет. Это вопрос управления, менеджмента и так далее. Меняйте, что частный бизнес готов менять этого человека, что муниципалитет. Но из-за того, что социальная вещь важна, нельзя зарабатывать на... ЖКХ это очень чувствительная сфера для социального, да? А тут у нас... Особенно в России, особенно зимой. Конечно, конечно. Не надо давать зарабатывать. Я предлагаю сделать... Почему муниципальным? Потому что муниципалитет, он может работать в ноль, не получая прибыли. А частный бизнес, если он не будет получать классные прибыли, а по КТК примерно прибыль в год 300 миллионов... Все хорошо. Где муниципалитет деньги возьмет на ремонт? Нам ведь об этом говорят. Зачем нужна концессия, да? А я вам объясню, а где частный бизнес возьмет? Ну, у частного бизнеса, мне кажется, больше механизмов нет. Слушайте, это смешно. Большие, крупные ресурсные предприятия всегда есть у кого занять. Давайте мы сломаем, стереть и погодите. Частные компании больше, быстрее деньги банку кому дадут? Государству? Можно не в банке занять. Городу или частный бизнес? Можно не в банке занять. Погодите. Можно у коллег занять. Тут как раз в чем концессия? Мы собираемся отдать деньги, которые нам дают на 650-летие, да? И потому то, что объявили 9 триллионов до 2024 года вложат в инфраструктуру, вот это те деньги. А мы их что, сами освоить не можем? Мало того, частная компания, она как всегда отремонтирует свое, а еще, может быть, украдет. Вы в курсе, что почему? Нет, подождите, насчет украдет, вот давайте мы такими словами не будем разбросывать. Слушайте, давайте, вот я вам хочу сказать, давайте мы поговорим, пригласите сюда членов РСТ. Это та, которая занимается тарифами. Региональная служба по тарифам. Да, это была прибилных такая вещь. Там все понимали, нам втирали очки, то есть сказали, мы отремонтировали труп на 400 миллионов. А два года назад пошли, вскрыли два участка, а никто не отремонтировал. Понимаете? И у меня есть подозрение, что вот таких участков, эти якобы инвестиционные компании, а нам на эти деньги выкраивали, что, ребята, увеличивайте тариф. Они, например, в тарифе выделено 400 миллионов на перекладку труп, а их взяли и не переложили. А вывели в качестве прибыли. Понимаете? Вот такие махинации, они, да я знаю 100%, что они есть. Хорошо, я поняла. В общем, я поняла вашу позицию. Вы не против концессии, но вы считаете, что надо более тщательно контролировать это дело, а часть денег передать городу. Нет, я как раз предлагаю Соломоново решение. Почему губернатор... Губернатор за концессию. За концессию. И Шульгин. Потому что они сегодня не видят другого варианта, а я подсказываю другой вариант. Я предлагаю, и Шульгин об этом говорил, давайте сделаем КТК, у нас будет 51%, а 49% останется у ПАО Т-плюс. Понимаете, в этом предприятии. Таким образом, мы через своего директора, через контрольный пакет можем контролировать расход денег. Подождите, что вы имеете в виду, давайте сделаем КТК. КТК ведь это дочь КТ-плюс, разве нет? Погодите, я предлагаю организовать новую фирму, где 51% у муниципалитета города, а 49% у этого. Тем более, мы в 2014 году Стружковым по этому поводу поспорили, и он за свой счет отправил в город Рига, в город Рига, это европейская столица сегодня, да, ну там как бы у нас есть знакомые, отправили людей, юристы, экономисты, вот они съездили и приехали. И представляете, что они сказали, и там говорят об экономической эффективности и так далее. Но когда я речь дошел, кому принадлежат трубы, то есть вот та система КТК, которая у нас в городе, это город Рига, это Европа, где частный бизнес, вот он, пожалуйста, там 49% этих труб принадлежит муниципалитету города Риги, 49% правительству Латвии, и только 2% принадлежит частным структурам. И то потому, что европейское заказательство не позволяет быть монополистом, то есть обязательно нужно разгосударственнее. А как раз 2% дают того, что, ребята, у нас тут частный бизнес присутствует, что вот этого как бы нет коррупционного, понимаете, да, вот такой специальный закон. Если они в Латвии не приватизировали это, что ж мы такие дураки, что мы бездумно отдаем? Мало того, мы туда собираемся, по-моему, вложить в ремонт труб там 2-3 миллиарда, это государственных денег, за которые мы должны отвечать. Так давайте муниципалитет сам под своим контролем. Я считаю, что Илья Вячеславович справится с этим, он ЖКХ понимает. Пусть будет контроль муниципалитета. У меня вопрос весь в том, что опять будут пилить деньги, понимаете? А контролировать частную контору у муниципалитета просто контролировать нельзя? Так, чтобы деньги никуда не уходили? Нет, погодите, они же все говорят, этот частный бизнес не лезьте, понимаете? Так мы морально только можем через уголовное дело, так это надо еще доказать. А так наш директор, у нас контрольный пакет. Тем более, какая проблема? Генерация остается в частных полках. Владимир Владимирович, не вы ли в нашей студии постоянно говорили о том, что МУП неэффективный? Погодите, я никогда такого не говорил. Да как? Вот послушайте меня, МУПа, я не говорил, они неэффективны, в них воруются деньги, открыто. Так, ну то есть, вне зависимости от того, государственное или муниципальное это предприятие или частное контролировать-то не могли. Я открою, вот понимаете, у нас есть стереотип, что частное это эффективнее. Нет, я хочу сказать, проблема эффективности управления в России пока так широко не обсуждается, а на Западе это уже все давно решено и пройдено. Эффективность управления от формы собственности не зависит. Но есть те сферы, вот они стратегические, это социальные, это ЖКХ образовательные. Эти школы почему сейчас мы собственно не даем? Понимаете? Вот тут очень много вопросов. Мы сейчас ратуем за то, что медицину отдать сейчас на руки. А пример Канада. 100% кандидатическая страна, но там вся медицина, вплоть до стоматологии, она государственна. Пример. Почему мы пытаемся решать вопросы, вот в форме собственности, более приватизация всегда идет, частная компания, она всегда расчеты на то, чтобы урвать больше прибыли. Меньше сделать, больше прибыли. А контролировать у муниципалитета по-другому у нас не получится. Если мы все отдадим в частные области, у нас механизмы не будет. Вы считаете, что контролировать муниципальные предприятия все-таки будет проще, чем частные? А я вам даже скажу, вот по ККС, это холодная вода и канализация в курсе. У них, вот у российских коммунальных систем, на будущий год, в конце июня заканчивается срок аренды. Наших сетей. Да, наших сетей. И как раз вот Илья Вячеславович, ругодительная администрация и, я думаю, что губернатор, и мы поддерживаем забрать обратно муниципалитет. Мало того, создать такой холдинг, в который капитализировать, это для того, чтобы можно было, возможно, выходить и на рынки заимствования, на финансы. Гор Электросеть, там, может быть, Гор Кировсвет, ККС, ну, это будет не ККС называться и так далее. Объединить. Слушайте, давайте туда отдадим и КТК, и капитализация будет, и мало того. Что значит отдадим? Отдадим, потому что... Подождите, давайте мы создадим, может быть, что-то. Что значит отдадим? Создадим, я имею в виду, туда вставим. Что это за революции 17-го года? Погодите, какие революции 17-го, наше право. Трубы муниципалитету города принадлежат. Трубы принадлежат муниципалитету города. Владимир Журавлев, депутат городской думы, говорит в нашем эфире, и программа «Особое мнение» на этом завершается. Мы прощаемся с нашими слушателями. Яна Лапшина и мой гость. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова